Здравствуйте! Сегодня на канале Трико Бум вот это очень красивое полотно, которое вывязано из нескольких цветов. И сам узор тоже очень интересен. По технике вязания он очень похож на знаменитый узор бамбук, где вот эти вот линеечки, которые ложатся вот так почти параллельно спицы, достигаются путем перекида одной петли через две. А вот в этом узоре перекид этой петли производится через три. Вот мы здесь хорошо видим, вот он идет, это петля, которая ложится практически горизонтально, а вот эти три петли, через которые мы ее перекидываем. Все изнаночные ряды провязываются изнаночными петлями. Узор состоит из четырех рядов. В первом ряду здесь, после краевой петли, мы будем провязывать одну лицевую, а затем уже приступать к вывязыванию узора. А в третьем ряду, после краевой, мы будем провязывать сначала три лицевые петли, и только потом приступать к выполнению узора. И вот это смещение на три петли дает нам расположение этих маленьких мотивов в шахматном порядке, и они уходят вот так по полотну, по диагонали. Итак, давайте приступим к выполнению первого ряда. Краевая петля снимается. Затем, вот сейчас по рапорту, вы видите, что у меня тут было провязано три петли, то есть рапорт завершен, мы начинаем первый ряд нового рапорта. Я провязываю одну лицевую петлю, а затем эта петля снимается так, как мы ее бы провязывали лицевой. То есть она снимается как лицевая петля, вот захватывая с этой стороны. Затем накид, и следующая петля также снимается как лицевая. Эта петля провязывается лицевой. Теперь подхватываем ту петлю, которую мы с вами сняли первой, и перекидываем ее через вот эти три. Вот элемент закончен. Повторяем. Первая петля снимается как лицевая, после нее делается накид. Снова снимаем петлю как лицевую. Эта петля провязывается лицевой. Затем захватываем первую снятую петлю и перекидываем ее через эти три. Продолжаем. Продолжаем. видите как красиво уже ложится эта линеечка в конце первого ряда у нас остается 3 петли и краевая переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону и с этой стороны все петли провязываются изнаночными но я хочу обратить ваше внимание на то что накид предыдущего ряда он лежит вот так вот сверху той петли которые мы с вами провязывали лицевой и вот здесь надо быть внимательным потому что сначала нужно провязать эту петлю и только потом накид как накид у меня здесь сейчас лежит буквально между этими петлями и есть риск провязать его первым вот тут надо внимательно его не провязывать а вот так я его немножко отклоняю в сторону чтобы добраться вот до этой петли а потом накид вот еще раз обращаю ваше внимание видите он за счет того что он был провязан с этой петлей он к ней вот так плотно прилегает но провязывать его нужно после вот этой петли и вот здесь в конце ряда у нас вами остается петля с которой мы начинали предыдущий ряд это нам напоминает что при развороте полотна на лицевую сторону теперь в третьем ряду раппорта мы должны здесь провязать три лицевые петли 1 2 3 а теперь приступаем к рисунку который мы с вами уже видели итак первая петля снимается как лицевая накид вторая петля снимается как лицевая 3 провязывается и первая снятая петля перекидывается через эти три снимаем накид снимаем провязываем перекидываем и в конце этого ряда третьего ряда у нас здесь вот это остается одна петля которая нужна для вот этого смещения рисунка вот мы с вами провязали третий ряд раппорта смотрите как наши линеечки уже сместились шахматном порядке вот это был первый ряд вот они это второй и дает вот эту красивую букву z и теперь провязываем наш изнаночный ряд 4 обращая внимание на то что накид ложится сверху петли которая должна быть провязана вот посмотрите вот это в середине наш накид мы его убираем и провязываем ту петлю которая лежит под ним и последние три петли которые провязываются были у нас были провязаны без накида мы завершили с вами полностью весь раппорт и теперь можно приступать к выполнению первого ряда помня что в первом ряду у нас теперь после краевую должна провязываться одна лицевая петля затем весь рисунок на этом я заканчиваю свое видео до встречи на канале трико бум до свидания